Мы стесняемся, потому что мы боимся. А боимся мы, потому что у нас нет опыта, позитивного опыта, такого спонтанного, лёгкого общения с разными людьми в разных ситуациях, а есть негативный опыт, болезненный опыт, когда тебя отвергают, когда тебя не принимают, осуждают. И получается такая картина, что у нас нет опыта позитивного, мы из-за этого боимся, из-за того, что мы боимся, мы не делаем. А не делаем, мы лишаем себя возможности получить новый позитивный опыт. И круг замыкается, и по этому кругу люди иногда живут годами. Как из него выбраться, я скажу сегодня в этом видео. Вспомните детей, когда они учатся ходить. У них ещё нет никакого опыта, что это опасно, это не опасно. Они видят взрослых, и они тянутся за ними, им тоже хочется начать так же ходить и перемещаться по пространству, но постепенно они нарабатывают опыт. Здесь, например, на кафеле, мне больно падать, а вот здесь, на мягком ковре, возле дивана, придерживаясь, мне комфортно. Так же и стеснительные люди, они со временем просто наработали вот этот негативный опыт того, что люди для них это больно, и общение это больно. Вы спросите, как они это наработали? Да очень просто. Например, родители всю жизнь говорили им, что «Да кто ты такая вообще, чтобы иметь своё мнение? Заткнись, не твоё соплячье дело. Вот вырастешь, будешь тогда своим детям говорить». Или какая-нибудь особо одарённая учительница в школе могла, когда ты выступаешь, что-то сказала, какое-то слово или ответ, и тебя высмеяли перед всем классом и сказали «Посмотрите, какой бред она несёт». Человек закрывается, он делает вывод, что общение и вообще выступление – это опасно, может быть очень больно. Я вспоминаю историю одной моей клиентки, которая рассказала, что в детском саду, примерно когда ей было 5 лет, когда это нормальный возраст для того, чтобы дети узнавали друг друга, они смотрели и где-то за шкафчиком друг другу показывали свои половые органы. И воспитательница, заметив это, сделала следующее. Она её поставила в центр группы, сняла с неё трусики и заставила всех высмеивать её и стыдить примерно в течение 5 минут. Представляете, какая травма и какой глубокий стыд испытала эта девушка, девочка тогда и став женщиной и девушкой в будущем, имела массу проблем, конечно же, в том числе и в интимной сфере. И получается, что стеснение – это один из ярких симптомов социофобии, в основе которой лежит стыд и страх отвержения. То есть, определённая травма в детстве или в юности, которая до сих пор болит, которая до сих пор кровоточит. А люди – это как соль на рану со своими усмешками, подколами, критикой. И кто-то вообще может пройтись как наждачкой своим отвержением, своим осуждением. Например, когда в компании тебя высмеивают и говорят, смотри, она покраснела, ей стыдно, а ты, например, с детства такой закрытый и знаешь, что ты краснеешь, когда выступаешь или когда на тебя обращают внимание, а он специально бьёт самую болезненную точку для тебя и высмеет это при всех. Конечно, ему может быть весело, он шутит просто, ему смешно, а тебе это очень и очень не весело. И получается, человек выбирает одну из двух стратегий. Первая – это максимально закрыться, всячески избегать незнакомых людей и контактов, потому что люди – это потенциальная опасность. Ну, об этом мы уже говорили вначале, да, не делаю, не имею опыта, боюсь и так далее. А второе – это надеть на себя маску, когда уж припёрло, нужно пойти и где-то пообщаться, нужно какой-то тост сказать, либо кого-то поздравить. Вот надевают на себя маску уверенного или яркой женщины. Наверняка вы знаете таких девушек, которые без макияжа не могут даже выйти в магазин или даже мусор выкинуть. Или мужчины, которые чувствуют себя уверенно только в дорогой, хорошей машине, или когда у них много денег, или в накачанном теле, или когда яркая девушка с ними. А когда это всё они теряют, то они становятся в этот момент уязвимы, и их травма оголяется. Итак, что здесь можно сделать самому или самой, если, например, нет возможности глубоко и качественно проработать это с психологом? Ну, во-первых, пойми свою суть, пойми свою особенность, свой темперамент, особенности своей нервной системы, психики. И, быть может, ты изначально имеешь такой темперамент, такую нервную систему более закрытого, менее общительного человека. Знаете, сейчас есть культ и мода того, что люди должны быть такими общительными, коммуницирующими экстравертами, которые каждый день должны поддерживать сколько-то там контактов, общаться, легко устанавливать эти контакты. Но ты по природе не такой. Узнай. Может быть, это с самого детства у тебя было, что ты не особо любил или любил общаться с незнакомыми тебе людьми. Будет правильным для тебя начать принимать себя и свою особенность, а не ломать себя под какие-то стереотипы общества. Но, конечно же, может быть причина твоей закрытости в травме, которая была в детстве, и тогда это другой разговор. С чего можно начать? Увеличивать постепенно диапазон приемлемости общения. Например, расширять свою зону комфорта. Как это можно сделать? Я не призываю вас сразу бежать на курсы актерского мастерства. Хотя для кого-то из вас это будет очень интересным опытом. Вы скажете, о, да, хороший совет. Я, пожалуй, с этого и начну. Но я помню, как на первом занятии курсов актерского мастерства, который я сам ходил, одно из заданий было показать животное, чтобы другие его угадали. И я помню, когда преподаватель объявлял это задание, на глазах, на лице одной из девушек был просто ужас. Потому что вот было видно, что для нее это очень сложная нагрузка. И больше, кстати, ее я на этих курсах не видел. Поэтому не нужно брать сразу что-то тяжелое, как штангу, да, какой-то опыт. Начните с чего-то более простого. Это может быть какой-то маленький разговор, маленькая беседа с незнакомым человеком. Просто возьмите сегодня, позвоните другу или подруге, с которым вы давно не общались. Либо поздравьте с днем рождения или с каким-то праздником своего приятеля или приятельницу чуть больше, чем вы обычно это делаете. То есть постепенно расширяйте свою зону приемлемости. Есть такая хорошая фраза. Грамм практики заменяет тону теории. Можно тысячу роликов на YouTube послушать о том, как не быть стеснительным, как не бояться осуждения. Но вот маленькая практика нередко дает больше результат, чем куча перечитанных книг и просмотренных видео. Посмотрите мое видео «Как перестать бояться того, что о тебе подумают другие». Ссылка на него будет в описании. Там я даю одну из техник, которая называется «Что дальше?». Каждый раз, когда вы будете думать «Ой, а что обо мне подумают, если я сейчас буду этот опыт проживать или общаться с кем-то незнакомым?» Отвечайте себе на этот вопрос. «Ну, хорошо, допустим, меня высунут. И что дальше?» «Ну, это будет неприятно». «Ну, хорошо, а что дальше?» «Ну, наверное, со мной будет меньше общаться». «Хорошо, и что дальше?» «Ну, возможно, я тогда стану какой-то без друзей, лишусь друзей». «Хорошо, и что дальше?» «Ну, я тогда вообще, а зачем жить тогда без друзей?» Например, ваша логика может быть такой. Хотя, с одной стороны, вы можете прийти к выводу, что, в принципе, ничего страшного-то в этом нет. Но чаще, скорее всего, вы придёте к пониманию того, что «Ну, я тогда какая-то вообще никчёмная, я, получается, без друзей или без одобрения, какая-то какашка». Да, внутреннее такое обесценивание. И вот здесь очень важно научиться себя принимать и любить такой, какая вы есть, с какими-то несовершенствами, особенностями. Об этом я рассказываю в видео «Как полюбить себя». И сейчас я бы хотел вам дать одну технику, которую не даю в том видео, для того, чтобы вы смогли чуть больше приблизиться к этому состоянию принятия себя. Я предлагаю вам прямо сейчас откинуться на спинку кресла, сесть в удобную позу или лечь, как вам удобнее, и закрыть глаза буквально 3 минуты. И представьте, что вы находитесь рядом с палатой в роддоме. И вам врач, доктор, выносит и даёт на руки вас, младенца. Вы только что родились на этот свет. Вот внутренне почувствуете это тепло от рук, от того, что вы держите в руках, от того, какая это прелесть у вас на руках. Вы появились на свет, такая, какая вы есть, такой, какой вы есть. Увидьте, какие у этого младенца особенности, какие красивые черты. Какой он умница, какой он лапочка, как он хочет быть любимым, одобряемым вами, другими. Как он хочет просто любить и быть любимым. Внутренне попробуйте соединиться с ним или с ней. И увидьте что-то замечательное, что-то очень важное в этом младенце. Почувствуйте что-то родное. Почувствуйте, что он достоин любви. Этот ребёнок, он чистый лист, пришёл в этот мир, чтобы играть, радоваться, улыбаться. Не всё будет идеально, но он пришёл сюда с открытым, чистым сердцем. И мысленно представьте, как этот ребёночек у вас на руках, выглядываясь в него, представьте, как он начинает быстро расти, взрослеть. И вот вы его держите, и ему уже годик. Смотрите, как меняются черты его лица, какой он становится или какая она становится, если это девочка, и вы женщина, или это мальчик, если вы мужчина. Ему становится три годика, вам уже тяжело его держать на руки. Посадите его к себе на колени, мысленно обнимайте, прижимайте к себе. Смотрите ей или ему в глаза, видите этот интерес, услышите какие-то необычные фразы, которые обычно говорят дети. Увидьте то стремление жить и радоваться, которое есть в ней или в нём. Вот ему уже 5 лет, 7, 10, посадите его рядышком, но так, чтобы вы видели глаза, её или его. И вы видите, как этот человечек взрослеет, меняется внешне, но внутри душа и суть остаются прежними. Введите эту трансформацию изменения, сохраняя связь с ней или с ним. И через какое-то время этот ребёнок становится взрослым, и перед вами предстаёт та женщина, девушка или тот мужчина и парень, который вы сейчас есть. И вот мысленно, с закрытыми глазами, посмотрите на неё или на него и ответьте себе на вопрос, что изменилось и изменилось ли что-то внутри кардинально, чтобы он или она перестали заслуживать мою любовь и одобрение. Появилось ли что-то, что напрямую запрещает мне радоваться ею или им, восхищаться ею или им, забить на её недостатки, которые постоянно я критикую в себе и недовольна, и принять её в свою жизнь как что-то самое важное и ценное. И откройте сейчас глаза. Я бы рекомендовал вам поставить на паузу это видео и прямо сейчас посмотреть на себя в зеркало. Подойти к зеркалу или взять зеркальце и посмотреть в эти глаза человека, который всегда с вами 24 часа в сутки и больше всего желает вашего одобрения, принятия такая, какая она есть. Не вот слышать эти слова критики, непринятия, гнобления, а вашу любовь, поддержку и внутренний союз. Дайте ей или ему какое-то время на то, чтобы эту связь обрести. Быть может, для кого-то из вас это простое упражнение позволит соединиться с чем-то важным внутри себя, не гнаться за мнением окружающих, не к ним привязываться, не к тому, что кто-то сказал или посмеялся, а к чему-то очень значимому, ценному и весомому внутри вас. Кстати, напишите в комментариях, как этот опыт для вас прошёл, вообще в целом, какие мысли родились, соображения, может быть, вопросы. Напишите их. Я каждый абсолютно комментарий читаю и на основе них записываю следующие свои видео. Также подписывайтесь на меня в других соцсетях, там я публикую материалы, которых нет здесь. И буду рад вам за обратную связь и за то, что вы делитесь своим мнением. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok